КРИЗИС КРИЗИСОМ, А КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ ВСЕГДА У нас есть главный повар, который изобрел и учился в Англии. Он привез оттуда многие рецептуры, потому что, допустим, в Англии культ курицы существует. В Англии ее едят под разными соусами, то есть это настолько интересные сочетания вкусовые, которые нашему менталитету были бы, ну, какими-то дикими бы показались. Но, тем не менее, мы их русифицировали и сделали курицу, которая по вкусу действительно уникальная, потому что мы не используем уже готовые соусы, которые у нас продаются на рынке. Города и в целом России мы их вывариваем сами, готовим из многих ингредиентов, что позволяет нам добиваться того вкуса, который, собственно, и есть. Правильно я понимаю, вот первым принципом, когда вы задумали открыть кафе, это как раз и было то, что надо чем-то отличаться. То есть вы изучили рынок, это не просто гриль, допустим, да, а вот что-то уже уникальное, чего еще нет. Вы знаете, наверное, нас больше на открытие нашего ресторана подтолкнули ситуации, которые у нас происходят в мире и в стране в целом. То есть большой упор на импортозамещение. В тот момент, когда многие наши всем известные рестораны начали объявлять о том, что они готовы уйти с российского рынка, и как раз это, собственно, и попало на наше открытие. Нам удается держать высокое качество, потому что все продукты, которые к нам приходят, они не замороженные, они свежие абсолютно. Ну и, конечно же, нам это помогает в плане импортозамещения, то есть что оно нам, в принципе, не нужно. Ну я поняла, да, это, конечно, большой плюс, что продукция местного производства, но ведь потребитель зачастую не придет и не скажет, а курочка-то с наших полей, да, ему все равно, ему лишь бы было вкусно. И поэтому, если есть уже какие-то раскрученные компании, да, то я, естественно, пойду туда, потому что они годами вроде как проверенные. А к вам, мне кажется, я еще под сомнением, что это такое, пока не доверяю, да. Вот что нужно делать, чтобы клиент пошел? Ведь вам, по сути, с нуля нужно его создавать или переманивать даже. Ну, как бы с моей стороны это амбициозно не звучало, но у нас большие планы, мы работаем всего месяц, но, тем не менее, мы уже обрели свою такую базу постоянных гостей, которые к нам приходят, возвращаются, которые по достоинству оценивают те вкусовые характеристики и качества, которыми мы наценили все наши блюда, подачу в том числе. Ну и, конечно, нам помогает то, что у нас рынок фастфуда, он достаточно упрощен, он еще, ну, скажем... Ну, не столь разнообразен, да, какие-то традиционные комплекты и все. Да, он не столь разнообразен, но, тем не менее, в чем наш плюс? То, что мы удерживаем цены нами принятого, нами известного фастфуда, но, тем не менее, мы даем высшее качество, качество в подаче, то есть у нас подача очень приближена к ресторанной, ну и плюс, конечно, скорость отдачи, она такая же, как и во всех наших точках фастфуда. Таким образом удается вот как раз цены сдержать, потому что мы видим, и все вокруг дорожает, тут как бы хоть глаза закрывают, что называется, и ведь качественные продукты, они тем более, наверное, не дешевые. Получается, себе в убыток сдерживаете, лишь бы сохранить клиента? Нет, на самом деле мы в убыток не работаем, естественно, но, тем не менее, хочу сказать, что если будут развиваться какие-то сложные ситуации, мы, естественно, в самую последнюю очередь будем думать о том, чтобы бить по карману нашим гостям. Мы будем сдерживать цены до последнего, это наша такая позиция. У вас есть конкуренты, допустим, в Барнауле? Мне вот интересно, наверняка не вы единственная, кто думает так же, что это я сейчас чего-нибудь такого эдакого придумаю. Или пока вот этот рынок, вот именно вот ваш, вы лидеры? Мы не чувствуем конкуренции на самом деле, но косвенно можно считать нашими конкурентами любое, ну, скажем, точку общественного питания, это все наши конкуренты, но в то же самое время, на самом деле, мы поддерживаем очень теплые отношения с многими, с кем мы знакомы, теми же, кто занимается общественным питанием. Ну и плюс, конечно, это же наша не единственная точка, мы еще занимаемся общественным питанием в сфере кафе-столовых, то есть это столовые и кафе на производствах, на крупных заводах, в банках в том числе, поэтому у нас есть большой опыт в этом, и, наверное, он нам и помогает. Ну вот вас послушаешь и кажется, вот прям такой замечательный бизнес, что нужно срочно что-то подобное открывать, ну, конечно, со знанием дела, не просто так. То есть проблем вообще никаких нет? Или все же благодаря кому-то, чьей-то помощи, вот, ну, кризис же был, был вот еще недавно. Вот ресторанный бизнес вообще находился в таком состоянии, когда эти QR-коды ввели, мы помним, да, с вами. Вот. Как вот это все пережили? Вот они тогда, понятно, вы только месяц существуете, а случись что-то подобное, закроетесь? Нет. То есть нет уже однозначного ответа? Мы однозначно не закроемся, наоборот, планы у нас большие, мы сейчас уже на данный момент планируем открытие еще дополнительных точек в городе, которые будут только летнего формата, поэтому о том, чтобы закрыться, речи нет, и даже мысли такой нет. А по поводу сложностей, бизнес общепита, это, по моему мнению, самый сложный бизнес, который у нас, в принципе, существует. Мне кажется, кушать все равно люди хотят, всегда. Кушать люди хотят поезда. Ну, понятно, что всегда, но, может быть, иногда и не пойдешь в целях экономии, но тем не менее. Это кажется, на самом деле, да. Это очень сложный бизнес, там очень много подводных камней. Почему, допустим, многие не выдерживают, может быть, не могут справиться с какими-то сложностями, потому что, ну, на самом деле, бизнес сложный. Что нам помогает? Ну, в то же самое время хотела бы рассказать вам, отметить про мой бизнес. У нас есть центр такой в городе Барнауле. Мы туда обращаемся на регулярной основе. Мы там получали услуги по продвижению в 2GIS, например. Нам это очень сильно помогло. То есть, как для начинающего бизнеса, это, ну, скажем, большой толчок в продвижении и в развитии маркетинга компании. Мой бизнес полностью спонсировал нам рекламную кампанию на площадке 2GIS. И плюс мы сейчас планируем, мы поедем на АТР, на площадку «Мой бизнес». Далее, уже после лета мы планируем открытие новых точек, планируем обратиться в фонд микрозаймов. Ну, то есть, мы очень тесно взаимодействуем с центром «Мой бизнес». И я думаю, что это, наверное, нам тоже очень хорошо помогает. Ну, и плюс там, конечно, очень много обучений, консультаций. Туда для начинающих предпринимателей, мне кажется, это должна быть первая дорога, куда нужно пойти. Ну, вот вы бы посоветовали человеку, который вот хочет что-то подобное открыть, да, и практически уже, как ему кажется, знает, с чего начать, вот открывать подобное заведение? То есть, или сегодня пока не тот день? Я думаю, что, наверное, не тот день, да? То есть, все же вот стоит подождать. На самом деле, две стороны, можно подумать об этом под разным углом. С одной стороны, кризис – это время возможностей, как многие говорят. А в такое вот смутное, сложное время достаточно, мне кажется, проще продвигать какие-то свои новые проекты. Вот в это сложное время. В это сложное время. Но, тем не менее, это будет сложно, если это не получится. Ну, то есть, если не получится, будет очень, наверное, тяжело закрывать какие-то обязательства. А проще потому, что кто-то другой уже сдулся, да, и дал назад? Проще в плане, наверное, того, что когда происходит какое-то кризисное время, конкуренция становится проще, и серии либо выжил, либо не выжил. Вот вы уже сказали, да, в начале беседы, что у вас там очень классный повар. А по другому составу трудящихся, что скажете? Где берете ребят таких, чтобы были проверены? Ведь сегодня что? Лишь бы мне хорошо платили, тогда буду работать. А вы знаете, это, наверное, после того, как вы задали первый раз этот вопрос, я потом подумала и поняла, что я немного, наверное, даже оговорилась по поводу того, что это повар. Это больше, наверное, идейный вдохновитель и соорганизатор всего того, что здесь происходит, потому что это была его давняя идея, ну, еще с тех пор, когда он проходил обучение, он, именно он был инициатором открытия вот такого формата заведения. Он в это поверил, мы поверили в это в том числе. Что касается другого кадрового состава, на самом деле на рынке много, вот что касается поваров, людей, которые готовы прийти поваром, очень много, но именно качественного персонала, обученного, квалифицированного очень мало. И в этом, наверное, большая сложность составляет. То есть, по сути, приходится брать таких же потенциалов, да, ребят и учить. И учить. Вы так и сделали? Мы так и делаем, другого варианта нет, но на самом деле на рынок, допустим, общественного питания в сфере ресторанов и кафе найти персонал намного проще, нежели куда-то, ну, в столовые. Ну, вот мы с этим столкнулись, и на самом деле вот такие вот форматы, какие-то более современные, более интересные, повара идут проще, нежели форматы, которые такие. Ну, с чем это связано? Что я повар столовки, это как-то звучит не гордо? Наверное, это какая-то вот такая наша большая беда, и мы пока не можем понять. Уполь шел учиться на эту профессию, наверное, должен понимать, что несколько путей и ступеней необходимо пройти, чтобы стать шефом. Вы бы вот так вот рискнули взять, ведь обычно как бывает, чтобы сотрудник был обязательно с опытом работы. Ну, а где его взять этот опыт работы, допустим, если вот кроме как в столовую не берут? Вы бы рискнули взять вот так вот выпускника, пришел бы и сказал, «У меня вот посмотрите, какое портфолио, вот сколько рецептов я придумала авторских». А вы знаете, на самом деле, да, мы бы взяли с удовольствием, потому что по нашему опыту уже могу сказать, что самые лучшие повара – это те повара, которые не имеют образования. Не испорчили еще, да? Это, наверное, повар, который с душой, повар, который он, ну, скажем, по праву рождения. Это как я говорю, когда практиканты приходят, там, журналисты, да, я говорю, вот на тебя смотрю, ты в принципе не журналист даже по характеру, да, то есть не в суть, что ты получаешь образование, оно тебе не нужно, потому что не твоя эта профессия, потому что ты не тот человек, да, по темпераменту элементарно. Главное, чтобы человек умел, любил готовить, любил свое дело. Мы тут с вами какую-то уже вторую проблему тогда обсуждаем. Получается, что у нас в Барнауле нет заведений, где готовят действительно современных под рынок поваров. Нет, заведения есть, к нам приходят после этих заведений ребята, которые еще без опыта работы, но тем не менее, наверное, не хватает желания, может быть, развиваться и расти в чем-то. Ну, то есть у них есть какие-то профессиональные навыки, но к ним еще не прикладывается такого большого желания и любви к своей работе. Наверное, в этом больше проблема. По уровню образования могу сказать, что, наверное, у нас все хорошо, потому что у них база знаний, с которой они приходят, она достаточно хорошая. Кать, ну вот вы уже немножко говорили о каких-то ближайших планах и перспективах, да, и там планируете открыть, и там планируете открыть еще точку. А вообще, если говорить о таких более глобальных планах, что, как вы видите свое, там, ну, не знаю, будущее? Ну, знаете, если снова возвращаться к центру «Мой бизнес», я не так давно, листая новости, увидела у них про направление оформления бизнеса во франшизу. И, собственно, когда мы только создавали свой бренд, мы вложили в него все и в технологические карты, и в, собственно, само оформление зала, в концепцию подачи блюд, все то, что можно было бы легко масштабировать. Я думаю, следующее, зачем мы можем обратиться, как раз в центр «Мой бизнес» – это за оформление нашего бизнеса во франшизу. И я думаю, что у нас успешно получится, потому что я лично знаю несколько примеров нашего бизнеса в Алтайском крае, в Барнауле, которые этой услугой воспользовались, и достаточно удачно. Кать, спасибо большое за это интересное интервью, и такое, знаете, какое-то позитивное сразу настроение складывается. Приятно, что есть такие люди, которые верят в свое дело, верят в свой бизнес, и как бы идут к намеченной цели. Я напомню, что это было интервью с владелицей «Гастропаба» Екатериной Заозеровой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!